Это же неспроста. Ёшкин матрёшкин. Игруля вышла у меня. Так, окей, давайте её по-новому загрузим. В чём проблема-то? Уртук, шмуртук. Значит, я играл в ранний доступ, ребята, в ранний доступ. Я сейчас, наверное, на русский включу, она опять вылетит, да? Пипец, зачем я это натыкал? Зачем я это делаю? Да простит меня мой зритель. Ммм, да уж. Пипец. Сратый блогер какой-то. Чё делает? Чё творит? Так вот, я играл в ранний доступ, ребят. Мне игра, в принципе, понравилась, но играл я совсем каратенечко в неё. Здесь я уже тоже поиграл. У меня есть QuickSave, Autosave, BIN. Ну-ка, Autosave давайте загрузим, чуть непонятно. Да, это вот моя игра, кстати. 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 Ну-ка, главное меню. А, можно загрузить. QuickSave, Autosave, QuickSave. Погоди. Выйти в главное меню. Если я начну компанию. По новой. Настройки, обучение. А, это типа новая компания будет, да, получается? Нет, тогда я новую компанию вам не буду показывать, потому что я уже, в принципе, играю и не вижу смысла. Не вижу смысла. Тогда я так покажу. Значит, в чём суть игры, ребятки? Смотрите, у нас есть карта. Она довольно-таки большая. То есть, ну, вот это вот примерно её размеры. Да? Понимаете, да? Ну вот. Мы играем за некоего Уртука. Он сбежал вот из вот этой вот пещеры. Вот из вот этой вот. Значит, над ним ставили опыты. Его там пытали, и он получил некую болезнь, что ли, я не знаю. Называется, в общем, она у нас мутация Уртука. Неизвестная мутация, которую он очень хочет вылечить. Вылечить. Вот. Значит, в чём суть? Он отсюда начинает своё путешествие в компании трёх человечков. Вы, собственно говоря, вот здесь, в главном меню, когда начать компанию, выбираете как раз-таки, кого вы с собой возьмёте. То есть, Уртука у вас может быть самым разным человеком. И два ваших компаньона, которые играют вместе с вами. Значит, можно выбрать их случайно, собственно говоря. Потом, когда вы достигнете, что там, второй главы, второй зоны, второй зоны, у вас откроются ещё возможности нанимать болотников. Потом, когда вы достигнете третьей зоны, у вас будет возможность нанимать отвергнутых вампиров, оборотней чудовищ. Чудовища на четвёртой зоне открываются, да? И когда вы закончите приключение, недостаточного прогресса добьётесь, выиграете на сложности приключения, у вас откроется ещё какая-то вот этот вот загадочный состав отряда. Значит, сейчас здесь их 12 типов. Соответственно, с открытием новых типов их будет ещё больше. Они довольно-таки разнообразные, довольно-таки прикольные. Помимо того, что вы можете себе выбрать трёх героев, которыми вы будете играть, вы также можете выбрать с собой три предмета, которые вы возьмёте. Но про предмет я вам расскажу, что это такое, в принципе. Это есть предметы для мутагенов, для мутагенов, и есть... А, да и в принципе и всё, да? Только предметы для мутагенов. Окей. Импровизатор есть, а вот здесь есть дополнительные лекарства, три штуки. Давайте по персонажам поговорим. И я здесь, наверное, не буду вам показывать, или здесь, наверное, покажу, тех персонажей, с которыми я сейчас играю. Уртук у меня, значит, он у меня оружейник. Нажимаем на вопрос. Мастер своего дела искусен в работе с любым оружием ближнего боя. Ходит он на три клетки, может играть мечом, жезлом, топором, двухручным мечом, двуручным топором, молотом, гарпуном, паратозаном, посхом. Короче, всем чем угодно. У него есть вот такая опция универсал. Этот персонаж способен использовать всевозможные виды снаряжения, не ограничиваясь одним отдельным видом. То есть, чем угодно может вообще мочить. У него есть атака обычная. Есть рокировка. Это возможность поменяться с каким-то персонажем, который рядом с ним находится, ну, дружественным. Есть легкие ноги. Это улучшает умение рокировки. То есть, он может меняться несколько раз. Есть возможность усилить или оружие. Имея превосходные навыки кузнеца, персонаж может взять любой обычный мутаген и вживить его в любое оружие ближнего боя. Или броню. Вот. Чтобы улучшить, надо перейти в меню заданий персонажей и выбрать задание усилить снаряжение. Сейчас мы, в принципе, это сами и попробуем. И универсал. Это персонаж, который способен всем пользоваться. Также у них есть фокусное умение. Ускоряет генерацию фокуса на 50% в течение трех ходов. Это фокусное умение. Можно извлечь. Извлечь это не столь важно, в принципе. Второй у меня герой. Это метатель. Персонаж дальнего боя, который бросает дротики по довольно высокой дуге. То есть он работает только дротиками. Другое оружие он себе взять не может. Но у него есть метание дротика. У него дальность 3. Минимальная дальность на единичку. То есть рядом с собой может метнуть дальний. Это через две клетки на третью. Также легкие ноги. Он может тракироваться с другими персонажами. То есть, например, если он на него начал атаковать, он может сзади у тебя стоит какой-нибудь воин. Он может с ним поменяться местами. И потом отбежать, грубо говоря. Также он может поднимать и понижать участки. В игре есть возможность разных высот. И, соответственно, чем выше ваш стрелок находится, тем больше урона он наносит. Соответственно, он может себе рядышком участок поднять на один уровень. Забраться на него и больнее ударить по врагу. Ну, или понизить участок, например, чтобы враг, например, не добрался до него, к примеру. Как вариант. Третий у меня персонаж. Это ассасин. Ассасин тихий, быстрый, смертоносный. Может атаковать яростным ударом, но иногда уязвим. Он работает только мечом. Только мечом. Но у него есть метка ассасина. Он может положить на землю метку ассасина. И когда туда на эту метку встанет враг, все вокруг союзные существа этого врага автоматически атакуют. Но эта метка ассасина видна врагам. Поэтому я так понимаю. Потому что когда враги раскидывают свои метки, ну, такие же ассасины вражеские, то я эти метки вижу. Поэтому я думаю, что и враги, в принципе, видят ваши метки, которые вы раскидываете. У него есть легкое оружие. То есть получает плюс 10% к выносливости и к скорости. Быстрые руки. То есть, когда он бьет в спину, он бьет два раза. Что такое в спину, я вам покажу чуть побольше. Так же есть бегство ассасина. Это опять же, когда он бьет в спину. Вот такие три персонажа у меня были выбраны. Ими я и играю. Загружаем, смотрим. Значит, в чем прикол игры? Есть карта. На ней есть различные локации. Вот такие вот места. Это просто здесь ничего интересного нет. Переход от моей точки, допустим, вот к этой точке, занимает один день. Вот здесь у нас есть дни. Соответственно, когда я приду сюда, у меня станет 16-й день. Здесь у нас триллиум. Это валюта, которая тратится на что-либо. Плюс она тратится на жалование ваших солдат. Но пока у меня солдаты не куплены. Они пока у меня все, скажем так, работают за идею. Поэтому жалование у меня 0. Плюс 7 я добываю, потому что я захватил вот эту деревню. Она стала моей. И она, соответственно, каждый ход дает мне 7 триллиума в день, грубо говоря. Также у меня есть лекарства. Их можно использовать, чтобы ранить персонажей. То есть, грубо говоря, когда какой-то из моих персонажей умирает в бою, у него вот здесь появляется красная такая вокруг аббревиатура, которая говорит о том, что он ранен. Если в следующем бою он опять же умрет, то он погибнет уже навсегда. Поэтому, чтобы он не погиб в следующем бою, его надо лечить. Вот здесь появляется такая кнопка лечения. Нажимаете на нее, и обычно 4 дня он лечится. То есть, в течение этих 4 дней он не может участвовать в боях. Вы можете просто пропустить дни вот здесь, пока не знаю, на что это влияет. Либо можете просто шататься между точками. Там 4 точки прошли, у вас 4 дня прошло, он вылечился. Он может снова, в принципе, воевать. Здесь у нас жизненная эссенция, она требуется для извлечения мутагенов. Сейчас покажу, что это такое. Кровь и плоть – это специальные ресурсы, которые нужны для того, в первую очередь, чтобы новое лекарство создавать. То есть, чтобы создать лекарство, нам надо 20 крови и 20 плоть. И тогда мы создадим, видимо, одно, наверное, лекарство. Я не знаю, сколько лекарств мы создадим, пока не могу сказать. Ну и здесь у нас алкоголь, тоже специальный ресурс, для чего он нужен, я пока не знаю. Так вот, у меня сейчас есть также товарищи Рокзиль. Их можно переименовывать, но переименовываться не только на английский язык. Здесь можно менять флаги для них, если хотите. Причём, наверное, я так понимаю, что для каждого у Уртука вот такой, наверное, флаг, да, вот такой сзади. А, наверное, Рокзилю можно дать, наверное, какой-то другой флаг. Синенький. Да? Ну-ка, давайте посмотрим. О, погоди. Отмена. У тебя флаг остался с черепом, у тебя флаг стал синий. То есть, таким образом вы можете, в принципе, разграничивать персонажей и знать, где какой персонаж у вас ходит. Также в бою они получают опыт, вот такими значками обозначается. И прокачиваются 4 параметра. Сила, которая увеличивает урон, живучесть, которая увеличивает здоровье. Ловкость, которая увеличивает инициативу в бою, ну, когда вы начнёте ходить. Бои пошаговые. И концентрация, которая увеличивает фокус. С фокусом я пока тоже немножечко не понял, потому что я так и не увидел, где он там, этот фокус. Вот. Можно зайти в помощь. В помощь. В помощь. А где у нас тут помощь? Закрыть. Погоди, где-то помощь была у нас. Сохранить, загрузить. Главное меню сохранить, загрузить. Загрузить только эти. Закрыть. Погоди. А что я помощь не вижу? Очень интересно. Вот. Ну, короче, я не знаю, как работает пока вот эта вот штука, вот, связана с фокусом. То ли она автоматически срабатывает, то ли что я, по крайней мере, увидел шкалы заполнения фокуса. Вот. Поэтому не могу сказать. Но фокус заполняется, исходя из игры, от атак, от урона и так далее. То есть, бьёте кого-то, получаете урон, у вас шкала фокуса должна заполняться. Но я пока её ещё не видел здесь. Так. Вот этот чувак, он у нас, значит, жрец. Исцеляет и поддерживает персонажей. Ну, да, в какой-то степени исцеляет, наверное. Но он накладывает вампиризм. Когда персонаж какой-то бьёт врага, он, соответственно, восстанавливает немножечко здоровье. Либо может наложить эгиду, которая позволяет персонажу отклонить один урон полностью. Запомнить текущую амуницию, загрузить сохранённую амуницию. Так. Это у нас монах. У него есть какие особенности? Он может прыгать на какую-нибудь клетку, причём на выше себя находящуюся. Это вот прыжок. Прыжок до трёх уровней. То есть, прямо на высоту можешь запрыгивать. И перебрасывание. То есть, если персонаж находится рядом с ним, он может перебросить его через себя на противоположную сторону. Например, на какие-нибудь шипы скинуть. Или в пропасть какую-нибудь. Ну, это наш ассасин, это наш метатель дротиков, это мой бронник, это тот, собственно говоря, я. Как видите, у жреца можно пользоваться только железными посохами. Вот здесь, в принципе, написано, экипировка только посохи. Дубина, это как раз-таки есть посох. Ну, она дубина, как посох, ну, хрен знает, не столь важно. Монахи пользуются только молотами. Ассасин пользуется только мечами. Ты пользуешься только дротиками. Причём дротики у него уже серебряные довольно-таки неплохие. Были вообще ржавые какие-то. Ну, а наш бронник пользуется всем чем угодно. Поэтому у него есть стальная кольчуга, у него стальной щит, у него есть шлем. И он как бы полностью, скажем так, бронирован. И такой прям чувак. Ну, короче, хрен прошибёшь. Вот, помимо прочего, есть мутагены, которые можно на себя одевать. Три слота под мутагены. Они дают какие-нибудь определённые особенности. Например, вот сердце монстра. Оно даёт нам увеличить максимальное здоровье на 25%. То есть сейчас у нашего копеечка 463 здоровья, если я сердце уберу, станет 370. Это всё можно менять. Я могу его снять, дать, например, вот этому товарищу. То есть проблем никаких с этим нет. Поэтому, пожалуйста, можно спокойно всё это менять. Ну, а если, я думаю, персонаж у вас в игре умрёт окончательно, то, собственно, скорее всего, эти ништяки у него тоже пропадут. Помимо трёх мутагенов есть ещё ячейка. Вот такая вот. Вот она требует в себя какой-то не мутаген, а фокусное умение. Ну, это какая-то прям такая штука. Я не знаю, чем она отличается. Например, тут написано предмет для мутагенов. И тут написано предмет для мутагенов. Но он не встаёт вот в эти ячейки. Потому что только для обычного. Это, видимо, какой-то необычный. Поэтому он встаёт только вот в эту вот одну ячейку. Вот. Теперь, что у меня ещё есть? Смотрите, у меня есть стальной посох, урон 52, а у этого урон 40. Соответственно, мы ему ставим стальной посох. Вот этот за 40 мы можем вот сюда скинуть и получить немножечко эссенции. 4. 4 триллиума. Вернее, не эссенции, триллиума. Получили 4 штучки. Окей. Здесь у нас оглашающий удар. Мутаген. Он даётся только жезл или молот. Жезл или молот. У тебя есть... У меня есть жезл. У тебя молот. У тебя молот. Я играю кубиком. Поэтому я сейчас выберу, кому я дам. Тебе я дам. Вот. Тебе я дам. У тебя будет оглушающий. У него есть одна из этих вещей. Жезл или молот. А! А у них посох. Соответственно, только вот этому у него молот. Окей. Всё. Тогда тебе, значит, оглушающий удар. И у нас остаётся эволюшн стоун. Этот особый мутаген улучшает одну черту персонажа на два уровня. Так. Давайте я сейчас сразу прокачаю вот этого персонажа. 3, 2, 3. 3, 2, 3. И вот этого прокачаем. 3, 3, 2. 3, 3, 2. Вот так. Мне пофигу. Мне так интереснее играть, просто когда всё это рандомно. Так. Что он даёт? Улучшает одну черту персонажа на два уровня. После чего он разрушает. Чтобы начать улучшенность, набдите этим мутагеном нужного персонажа. И затем в его меню задания выберите эволюция. Спустя игровой день вам будет предложено выбрать черту для улучшения. Окей. Кому мы его дадим? Мы его дадим вот этому. Ассасину. Ставим сюда. Выбираем задание. Отправить этого персонажа на задание. Он не будет доступен на время выполнения задания. Так. У тебя тоже можно на задание, что ли, отправить? А что можно сделать? Изгнать. Покинет ваш отряд. Он продолжит путешествовать один по округе. Возможно, однажды вы встретите его снова. Отправиться на усиленную боевую тренировку. После окончания персонаж повысит уровень. Стоимость 30 алкоголя. Ага. Вот для чего алкоголь нужен. Интенсивно будет тренироваться. Отправиться в пустоши, чтобы раздобыть запасы, такие как триллиум, алкоголь, металл, оружие или даже лекарства. Имейте в виду, что он может вернуться с пустыми руками. Это задание может быть опасным. Если потерпеть неудачу, 15% шанс, 30% если он ранен. Чё? То он может вернуться раненым или даже погибнуть. Выполнение этого задания займёт у него 7 дней. Офигеть. Разведать область. Отправиться на разведку местности. В конце каждого дня будет открываться новая область. Он вернётся через 7 дней. Разделка плоти. Будет убит и разделан на 45 плоти. Хе-хе-хе. Прикольно. Будет убит и разделан на 36 крови. Нормально. Весь какая-то жестокая, жестокая, конечно. Так, тебе мы дали камень. У тебя появилось задание эволюции. Камень эволюции. Не имеет черт, пригодных для эволюционирования. В смысле? Окей. Ты не имеешь черт. А кто имеет? Давай тогда тебе дадим. Ты имеешь черты такие? А какие черты должны быть? Одну черту персонажа. Погоди. Так, кто у меня остался? Пять. Четыре. Пять. Тебе. Тебе. Давай вместо сердца. Нет, да? Тебе. Тебе можно. Погоди. Так, а мне? Вы не можете отправить персонажа в ртук на задание. Он лидер. Вон он. О чем. Соответственно, только тебя могу прокачать. Да? Давай, посмотри. Что за черта такая? Пожирание? Легкие ноги. Быстрое обучение. Только пожирание по ходу дела, да? Окей. Задание. К эволюции. Предложено выбрать черту для улучшения. Окей. Давай так сделаем. Жрец отправлен на задание эволюции. На один день. Все, он исчез у нас отсюда, да? Так, теперь, соответственно, я тоже могу. Что делать? Я могу что-то там. А-а-а. Прикиньте, я не могу себя на задание отправить. Вот террас. У меня есть вот эта штука, когда можно оружие усилить мутагеном. Но при этом я не могу этого сделать, потому что я лидер. Эй, прикольно. Ну окей. Влады. Тогда, в принципе, закрываем и ждем день, пожалуй, чтобы у нас вернулся чувак с заданием. Разузнать про это место. Так, а тут что у нас? Вы тут. Окей, ждем денек. Эволюция персонажа. Теперь готов развить одну из своих черт. Выберите, какую из них следует улучшить. Пожирание. После смерти это было. Врага исцелять 27% в течение двух ходов. Текущий уровень. 27% к исцелению. После улучшения 0% максимально, может, 35% к исцелению. А, то есть было 27%, а стало 35%. Ну окей, что, эволюционировал. Давайте проверим. Пожирание 35% теперь вместо 27% восстанавливает. То есть, когда враг какой-то умирает, он восстанавливает 35% жизни. Дело в том, что когда он использует вот эти штуки, он использует свое здоровье. Например, похищение жизни, он 25% здоровья тратит. А на эгиду он тратит 40% здоровья. Соответственно, враг пожирает, погибает, он тогда получает 35% здоровья обратно. Вот так он, в принципе, и работает. Удары у него такие слабенькие довольно-таки. Сила 1 изначально. У меня, например, сила 4, сила 5, сила 7 вообще. Вот, а у него сила 1, он такой довольно-таки дохлый чувак. Так, ну все, всех прокачали, всем все раздали. Давайте посмотрим, что из себя представляют бои. Так, здесь у нас легко. А тут у нас что? Ну-ка. Предатель среди мусорщиков. Вы сталкиваетесь с ложностью нормального. Люди сообщают, что где-то к югу отсюда деревенских жителей терроризируют разбойник Рейчмел. И банда его оборванцев. Размер группы 4. Угу. Так, смотрите, переходим мы ровно по одной точке. Здесь у нас нормальная сложность. Давайте мы легкую сложность возьмем, вот эту. Я на ней покажу, как это все работает. Идем сюда. День у нас сменился на 17-й. А, и этот бандит сюда, сюда перешел. Прикольно. Так, ищите вход в следующую зону. Он будет расположен в одной из деревень. Это я понял. Давайте подождем наш бандит. Он тогда теоретически к нам сюда придет. Мы на него и нападем. Да, я угадал. По мере приближения вы видите небольшую группу сельских жителей, загнанных в угол разбойниками. Тут смотрите, что классно и что мне нравится. То, что перед любым боем есть информация о том, что там происходит. И это все время разная информация, а не одна и та же. Там разные, прям созданные, наверное, вручную, скорее всего, я так понимаю, ситуации, которые, как головоломки, надо в какой-то степени решить. Но они не совсем головоломки, потому что действовать можно как угодно, в принципе. То есть, абсолютно как считаете нужно. Вот. Поэтому мы получаем текст перед боем. Мы получаем текст во время боя. Там диалоги идут между персонажами и врагами. И мы получаем текст после боя. То есть, что произошло, что мы получили. Блин, это очень круто. И с каждой такой точкой вот это все работает. Это, блин, классно проработано и классно сделано. Мне это очень нравится. Пошли в атаку, посмотрим, что из себя представляет бой. Итак, у нас белые зоны. Это там, где мы можем разместить своих бойцов. Цифры над их головами. Это порядок, в котором они будут ходить. Первый, второй, третий, четвертый. Это, собственно говоря, враги, с которыми мы будем биться. Это союзные персонажи. Но они все дрожат, и толку от них не особо много, если честно. Здесь у нас получается помощь. Вот, кстати, помощь можно узнать про фокус. Смотрите. Видите фокус снизу почему-то? Я ни разу этой полоски не видел. Давайте узнаем. Доступны, когда полоска фокуса у персонажа достигла 100%. Фокусные умения, я их тоже ни разу не видел, кстати говоря. Очень сильные могут серьезно повлиять. Каждый класс имеет свое специфическое имение. Заполняется при нанесении и получении урона. Когда добирается до 100, появляется общий пул фокусных умений. Любое из этих умений может быть использовано во время хода ваших персонажей. 5 фокусных умений туда добавляется всего. Когда появляется новое, старое исчезает. Итого 5 максимум. Я ни у одного персонажа еще этой полоски не видел. И вот здесь никаких умений ни разу желтеньких не видел. Может быть для этого нужны какие-то особые обстоятельства. Посмотрим. Здесь можно отступить из битвы. Но для этого нам надо встать на какие-то конкретные позиции. Я так понимаю, что. Но сейчас мы можем сразу отступить, если что. То есть в данном случае. А когда уже бой начнется, у нас будут живы желтенькие такие зоны, куда надо будет прибежать. Здесь показать, скрыть всплывающие подсказки. Они работают на control. Ну, они, наверное, сейчас работают. Не знаю. Здесь включить, выключить уровень высоты. Вот это мы, когда на shift нажимаем, мы видим, что здесь шестая высота, тут четвертая, тут третья и так далее. Тут у нас уровни можно поменять выше-ниже, если надо. И здесь можно ускорить игру, чтобы она работала быстрее. Так, давайте размещать наших персонажей. Значит, ассасин должен бить со спины. Поэтому вот этот чувак, он у нас прыгает. Мы его сюда поставим. Ассасина поставим вот сюда. Меня, воина, поставим сюда. Он пойдет прямо в бой. А этот у нас будет вот здесь сзади. Все, начать битву. Сдается мне, у этих людей возникли небольшие проблемы. Это мой монах говорит. С местными головорезами. Давайте поставим на место этих уродливых свиней. Мы загнаны в угол. Что-нибудь там, что-то прокричали, да? Выручите нас, пожалуйста. Я попытаюсь защитить их. Но он раненый немножко. Я издержу нападение. Так, окей. Итак, по очередности у нас здесь. Это сверху кто ходит. Ну, грубо говоря, кто первый и кто последний. Значит, мы можем выбрать персонажа. Посмотреть, где он находится. То есть, вот здесь стрелочкой над его головой показывается, кто он. То есть, вот видите, вот стрелка здесь появилась. Вот он. Вот он. То есть, мы, в принципе, знаем все время, кто в какой последовательности и очередности походит. Ну, у персонажа есть такой момент, как усталость. Вот, например, у нашего выносливость, она называется. Выносливость 105. Каждый удар, каждое передвижение и так далее, натратит выносливость. И когда персонаж становится усталым, он может даже и не ударить по врагу. Вот. Или может быть, например, вообще оглушен, если у него усталость совсем прям будет по нулям. Вот так. Это, блин, а он ходит первым у нас, да? Печаль, печаль. Печалька, печалька. Смотрите. Есть зона еще. Информация вот здесь сверху слева расписана. Вот это у нас шипы. Любой персонаж, ставший на эту клетку, получает урон равный 15% от максимального здоровья. Даже вы пробегая по шипам, вы получаете урон. То есть, когда мы бежим сюда, например, вот смотрите. Как бы показать того. Ну вот мы бежим сюда и видим, что мы вот здесь получим какую-то фигню и здесь получим эту фигню. Здесь у нас грязь. У персонажей, вступивших на эту клетку, скорость будет уменьшена на 25%, а получаем урон увеличенный на 25%. Вот поэтому надо смотреть, куда что бегать. Есть трава. Здесь уменьшен урон от дальнобойных атак на 25%. Есть скалы. Если вы какого-то персонажа ударите об скалу, он будет оглушен и не сможет драться с вами. Есть вот такие опасные зоны. Это зона смерти. Если персонаж попадет сюда, то он погибнет. На эти зоны смерти можно в некоторых картах сбрасывать персонажей. Либо перекидывать их, допустим, каким-то образом. По каждому противнику можно навести на знак вопроса, нажать и узнать, что он из себя представляет. Самый большой и самый добрый из падальщиков в конечном итоге становится молотобойцем. Бойцы, размахивающие дубинами, способны быстро измотать своих противников. Значит, у него есть атака, у него есть рокировка, то есть возможность поменяться с кем-то. У него есть оглушающий удар. По критическому неблокированному попаданию цель оглушается. И сердце монстра увеличит максимальное здоровье на 25%. Собственно говоря, это у нас мусорщик-военачальник. Он может тараном бить, то есть разбегается, бьет и отталкивает вашего чувака на одну клетку. То есть, к примеру, если бы вот здесь были бы вот такие вот шипы, например, которые смертельные, он бы ударил моего персонажа, он бы упал на шипы и сразу же мгновенно умер. То же самое, в принципе, можем делать и мы. Например, вот этот персонаж умеет перебрасывать. То есть, если бы вот этот чувак стоял у нас вот здесь, мы бы нажали кнопку переброса, он бы его взял, отсюда перекинул на шипы и он бы тоже умер. Поэтому расположение персонажа на карте, оно являет, ну прям, такое довольно большое значение имеет. И как бы вы на это тоже обращайте обязательно внимание. Здесь еще один военачальник и копейщик. Копейщик. Атака, защита союзника у него есть. Но все это можно почитать, узнать. В принципе, я уже читал, поэтому как бы мне особо это неинтересно. Я сейчас побыстрее постараюсь все это сделать. Так, ну давайте в бой начинать. Метку кидать, я думаю, бессмысленно. Хотя можно было бы вот этому метку вот сюда кинуть. Давайте вот сюда подойдем, кинем. А, а что она мне даст? Это же надо рядом с ней стоять, чтобы персонажа ударить. Давайте, может, так и сделаем, в принципе. Что? Сейчас мы вот сюда встанем, кинем метку вот сюда. Ну, может быть, нам повезет. Пробел это, значит, соответственно, уже пропуск хода. Так, ты бьешь с расстояния 3, то есть ты можешь, соответственно, встать вот сюда. Можешь даже повысить сейчас вот эту клетку, чтобы она была повыше. Встать на нее. Повышает он только клетки вокруг себя. Вот. Соответственно, повысить он эти может, а понизить он их не может, потому что он уже и так выше стоит. Вот, соответственно, отсюда мы можем... Ну, смотрите. Есть значки, в принципе, как нам действовать. И когда мы сюда наводим, мы можем в него выстрелить. Значок выстрела появляется. Не обязательно нам здесь выстрел выбирать. Можно просто навести на него и выстрелить. Вот. Есть возможность попадать в своих персонажей. Поэтому имейте в виду, откуда как стреляете. Это тоже имеет довольно-таки большое значение. Так. А вот ты, кстати, можешь встать, смотри, вот сюда. Причем, смотрите. Он... У него передвижение. Три клетки. Но он не может вот сюда побежать, потому что тут его блокирует вот этот чувак. Соответственно, он может только до сюда добежать. Но сюда он может прыгнуть. Видите, значок прыжка есть. Поэтому давайте просто сюда прыгнем. Вот. И перекинем вот этого чувака сюда. И тогда мы вдвоем на него нападем. Перекидываться по диагонали. Напал наш бандюга. А он не напал. А он не напал. Окей, бывает. Так. Теперь ты, значит. Ты давай у нас подходишь вот сюда и просто тупо бьешь его. А он у нас получил ранение, да, по-моему? Нет? Он кровью истекает. Нет, нет никаких ранений. Ладно, тупо бьем его. Но у персонажа есть еще броня. То есть часть удара поглощает броня. Вот сейчас у него броня поглотила 39. Вот. То есть получается у меня 417 здоровья, а броня у меня щит 236 стал. Шлем и доспех остались теми же самыми, в принципе. То есть броня часть урона поглощает. Так, ты у нас давай стреляй. Нормально. Так, ассасин. Сейчас же ассасин у нас ходит. Можно вот так посмотреть. Монах ходит. А, монах. Монах. Монах может сейчас прыгнуть вот сюда, чтобы потом ассасин, вот он, он будет ходить. Два удара нанес вот этому. А ему два удара смысла наносить нету. Вот этому надо наносить. Тогда ты прыгаешь вот сюда. Давай. Прыжок. Да и ударь его, например. Почему нет? Тут пишется, сколько мы нанесем урона. Урон будет 50. А у него жизни 426. Ну, то есть понятно, в принципе, что это будет не особо. Здесь тоже 50 урона. Жизни у него 350. Но мы давайте вот это пока, наверное, попробуем мочить. Вот, это оглушающий удар. Оглушили мы его или нет? Нет, не оглушили. Окей. Так, теперь бьет мой персонаж. А теперь бьет ассасин. Так вот, что такое удар со спины? Это когда второй наш дружественный персонаж стоит по диагонали с обратной стороны. То есть, несмотря на то, что он лицом к нам повернут, к нашему ассасину, это будет считаться удар со спины. То есть, именно вот такая позиция, да, друг напротив друга, это и есть удар со спины. Если бы он стоял сейчас вот здесь, то мы, соответственно, вот это могли бы удар со спины сделать. Но мы сделаем вот это. Мы это два удара. Раз, два. И потом возможность еще отбежать на две клетки. Он получил черту терпения. После ожидания следующая атака будет критической. Не срабатывает, если персонаж уже подготовил критический удар. Прикольно. Так, получил новую особенность. И, соответственно, теперь он может отбежать. Удары у него кончились, только бег остался. Ну, можем отвезти его, например, куда-нибудь вот сюда, вот повыше. Вот так вот. То, сколько урона наши персонажи получают в игре, не имеет никакого значения. Главное, чтобы они не погибли. То есть, они могут... Ну, когда игра закончится, битва закончится, они все восстанавливают здоровье до полного объема. Поэтому тут как бы проблем нет. Они обездвижили сейчас нашего ассасина. У него, видите, написано эффекта обездвижен. Персонаж не может двигаться или попользоваться умениями. Рывок, таран, прыжок, толчок и движение. Соответственно, сейчас по нему будут критические удары наноситься. Это не есть хорошо, это плохо. Так, а мы нашим чуваком можем встать вот сюда и убить вот этого чувака. К примеру. Давайте так и сделаем. Так, готово. Теперь ты. Давай-ка мы перекинем тебя от него подальше нафиг. Идем сюда. И перебрасываем тебя сюда. Так, а ты давай. Идем сюда и бьем тебя. Так, ты у нас ходить не можешь, но ты можешь у нас кинуть метку ассасина, да? Давай вот сюда. А смысл? Есть ли? Ну давай кинем. Че, нам ничего не помешает в принципе. Так, и мы можем метку ассасина еще, а сюда мы не можем ее добросить, да? Давай сюда бросим еще, на всякий случай. Их у нас три штуки. Бросать можем сколько угодно, то есть у нас не завершается ход. Ловушка у нас осталась одна. Дальность два для броска. Ну в принципе все. Вы опять же можете все это посмотреть вот здесь. Вот она у нас метка ассасина. Вот вся информация по ней есть, пожалуйста. Так. Все, отдыхай. Так, давай встань сюда. Повыше чтобы. И шмаляй в него. Почти добили его. Так. Так. Тебе там остаться что ли? Потом у нас будет уртук ходить, потом ассасин, да? Ааа, слушай, давай тогда ты вот сюда встанешь. Ну-ка, ассасин с этой стороны вот этому два удара нанесет. Так. Ты, значит, давай вставай сюда и добивай вот этого чувардоса. Аааа! А теперь ассасин. А он опять не может ходить что ли? Он обездвижен. Второй ход. Печаль. Пропускай ход тогда. Так, теперь ты вот сюда идешь, стреляешь. Единственное, не видно радиуса, вот чтобы отсюда, что он может туда попасть. Вот как бы приходится клетки просчитывать. Но не критично на самом деле. Так, получил немножко к урону плюс. Так, а теперь ассасин у нас пошел. Подходим сюда и бьем двойной урон. Отлично. Ну и можем, в принципе, отступить обратно, почему бы и нет. Так, теперь ты. Давай просто бить его. Че тут? Думать. Так, теперь твоя очередь. Ты подходи давай куда-нибудь. А давай вот сюда. Бьем. Одного крестьянина замочили. Если все выживут при вот таких вот миссиях, вам могут какой-нибудь супер предмет дать интересный. Поэтому желательно, конечно, чтобы все выжили. Так, че, ассасин сейчас его, в принципе, уже убьет. По большому счету. Щитов у него ноль. Двойной удар. Одного достаточно будет урон 102, у него здоровье 27. Так, готово. Ну и пока давай отходи, наверное, вот сюда. Че, а может его перекинуть сюда куда-нибудь? Есть ли смысл? Наверное, нет, да? Хотя он упадет с высоты, получит немножечко урона. Давайте перекинем его. А, нет урона, да? Нет урона. Окей, не получил он урона, значит. Так, теперь ты его бьешь. Идем сюда. Бьем. Бьет нашего копейщика. Но это уже не критично, в принципе. Так, если копейщик будет бить отсюда, то вполне возможно, по нему будет контратак произведено. Но он его убьет. Видите, у него моргают жизни. 115 урона. У него 91 жизнь. Вот видите, он контрудар наносит. То есть копейщик должен издалека бить, а не вплотную. Но в любом случае мы победили. Жители деревни были признательны вам за помощь. В качестве благодарности вручили вам немного ценного алкоголя и горстку триллиума. Мы получили 18 алкоголя и 46 триллиума. Ну, то есть денег. Вот, у нас получил скок опыт и уровень новый. Также мы нашли с вами, помимо всего прочего, 6 триллиума, 42 жизненные эссенции и стальной меч. Для чего нужна эссенция? Вот она у нас, 80 жизненных эссенций. Для того, чтобы из врагов извлечь мутагены. То есть, допустим, мы можем какой-то мутаген извлечь. Но, например, вот этот, чтобы извлечь, стоит 88 жизненные эссенции. У меня её не хватает, поэтому мы не можем его извлечь. Вот. Я извлекаю, соответственно, рандомно второй. Если выпадет 6, то я ничего не извлекаю, собственно говоря. Просто закрываю и дальше иду. Вот эта толстокожая увеличит максимальные очки здоровья на 15%. Ну, довольно-таки неплохо. Извлекаем. Всё, закрываю. Можно дальше ещё извлечь, если хотите. Но мне этого достаточно, в принципе. Так, теперь, соответственно, мы можем меч кому-то дать. Только кому? Ты мечом у нас пользуешься. Урон у тебя 55. Здесь урон 72. Соответственно, меч даём тебе. Стальной, а железный разрушаем. Так, ну и толстокожей даём кому? 5 тебе. Здоровье у тебя будет не 541, а 560. Кстати, а, он у нас почему-то не участвовал в бою, да? В Рогзи. А где он был? А-а-а, я его потому что в строй не поставил. Всё, понятно. Поэтому вчетверём с вами и сражались. Где-то думаю, что за фигня? Надо нажать в строй, чтобы у меня появилась вот такая вот штучечка. Максимум в бою может принимать участие 6 персонажей. Сброс можно сбросить. Это будет стоить 6 жизненных эссенций. Он сбрасывает все атрибуты. Но зачем? Смысл. Так, ну в принципе всё пока. Ну и собственно говоря, вот в этом игра, как бы ребятки, там дальше наверняка будет ещё много всяких интересностей. Игра клёвая, она довольно разнообразная. Врагов и противников много. Ситуаций много. Где-то надо какие-то специальные масла разливать. То есть, ну прям реально, вот надо думать иногда головой, когда ты сражаешься. Поэтому игра очень классная. Я вам её однозначно рекомендую. Если я найду какие-то новые фишки в игре интересные, я думаю, что я их найду. Я сделаю ещё одно дополнение к этой игре. Соответственно, будет дополнение, там, какая-нибудь часть 2. Вот. Ну а пока на этом я, пожалуй, остановлюсь, чтобы сильно времени затягивать. Вот. С меня рекомендация этой игры обязательно. Вам обязательно её поиграть. Ну и собственно говоря, на этом всё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, теребоникайте колокольчик. Ну и естественно, спасибо, что смотрите. Всем пока-давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok